А глава Красноярска сегодня проверил, как идет ремонт моста через Качу и проспекта Свободный. Из-за перекрытия этих объектов пришлось полностью изменить схему движения в нескольких районах города. Напомню, и мост, и проспект должны сдать к сентябрю. Олеся Рожкова сегодня побывала на объектах. На май месяц было отставание не менее трех недель. И до сих пор отставание не удалось сократить, хотя по документам дата сдачи объекта 25 августа. А на чем вы работаете подряд на армию? Я поясню, в чем проблема. Значит, после выхода на объект мы обнаружили, что документация... Подрядчик объясняет, нет чертежей на третью опору, на первую не хватает бумаг. Из-за изменений поменялся диаметр арматур. Ждут новую. Хотя проект был выдан в контракте и прошел экспертизу. Но больше подрядчика заботят не сроки, а деньги. Стоимость контракта 136,5 миллионов рублей. Сделано на треть, оплачено ноль. И по новым правилам деньги подрядчик получит только через три года. Вообще нас такая система оплаты не устраивает. Когда мы подписываем контракт, выполняем его в течение полугода, а деньги получаем полтора-два года. Это должно быть понятно всем, что это очень невыгодно строительным организациям. При этом недавно красноярские бизнесмены проигнорировали торги по строительству новой дороги в Покровке. Цена 73 миллиона рублей. Глава Красноярска отложенную систему оплаты отменять не собирается. Максимум в некоторых случаях готов сократить промежуток с трех лет до двух. Я исхожу из того, что были условия, конкурсные торги, согласились все, пожали друг другу руки. Конечно, подрядчикам хотелось бы, чтобы мы рассчитались в этом году. Но я уже обозначал свою принципиальную позицию. Во-первых, это требования по контролю за качеством выполняемых работ. Это первое. Второе, это сложности, которые у нас есть с финансами. У нас нет так много денег, чтобы все работы профинансировать в один год. Подрядчик свободного Сибагропромстрой тоже просит материальной помощи. Но хвастает, на неделю опережает график. На следующий начнут выставлять разделительные бордюры. И свободный отдаленно станет похож на улицу Молокова после реконструкции. Сейчас все силы на ливневку. Основные работы ведутся по строительству ливневой канализации. На нее сделан на сегодня главный упор. Потому что, если не обеспечим сбор воды, то мы просто в процессе строительства сами себя загоним в воду. Пройдут по мосту Черескачу красноярцы 25 августа по обновленному свободному 1 сентября. Выделять дополнительные средства или менять сроки никто не собирается. Пока. Олеся Рожкова, Дмитрий Комаров, 7 канал.